Здравствуйте! Это Суть Дела. В Центре Американского Прогресса состоялся своего рода предварительный просмотр ближневосточной политики Хиллари Клинтон. Основатель Центра Джон Подеста является руководительной избирательной кампанией Клинтон в борьбе за постпрезидента. Играющие ключевые роли в избирательной кампании Клинтон-эксперты по внешней политике рекомендуют ей более жестко противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Об этом говорил на этом форуме в частности Майкл Моррелл, бывший заместитель и исполняющий обязанности директора ЦРУ, а сегодня советник по внешней политике в избирательной кампании Хиллари Клинтон. В случае ее победы на президентских выборах Морреллу обещают пост главы администрации президента США. Это дает повод более внимательно отнестись к высказываниям этого американского политика. В отношении Ирана Моррелл предлагает целый набор жестких мер, некоторые из которых нельзя оценивать иначе, как прямые угрозы. К примеру, он выступает за новый набор санкций против Ирана, чтобы наказать его за пагубное поведение в регионе. Региональную политику Тегерана советник Хиллари Клинтон определяет одним понятием – агрессия. Так он говорит о роли Ирана в Сирии, где, по его мнению, не Россия, а Иран встал на пути стратегии США и сорвал планы Вашингтона по насильственному смещению Бажара Асада. Примерно с этих же позиций Моррелл оценивает растущее иранское влияние в Ираке. Бывший замдиректора ЦРУ недоумевает, как стало возможным, что американская боевая авиация осуществляет воздушную поддержку проиранских шиитских формирований, штурмующих Масул. В отношении Йемена у Моррела рецепт борьбы с Ираном нашелся, но он настолько опасен, что разговоры о Третьей мировой войне уже не представляются абсолютной фантазией. Сподвижник Хиллари Клинтон предлагает новую политику использования военно-морских сил США, допуская применение всех видов вооружения американского флота для уничтожения иранских кораблей, оказавшихся у берегов Йемена. Моррел, правда, оговаривается, что это вызывает вопросы с точки зрения международного морского права, но в отношении Ирана подобные нарушения он считает логичными. Моррел рекомендует активнее использовать американских союзников на Ближнем Востоке, преимущественно в Персидском заливе. По его мнению, следующий президент имеет возможность успокоить колеблющихся арабских союзников, чтобы сказать им «Мы вернулись, и мы будем снова лидерами». Еще один советник Клинтон, бывший первый заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джеймс Виннефелд, тоже выступает за активизацию борьбы с иранской угрозой. Он считает, что атаку на корабли Ирана в международных водах легко объяснить необходимостью самозащиты. По его мнению, на кону в войне Саудовской Аравии в Йемене для США поставлено слишком многое, чтобы придерживаться условностей международного права. Война идет на границе со страной, имеется в виду Королевство Саудовской Аравии, которая производит 10 миллионов баррелей нефти в день. И которая закупила в США в течение последних 18 месяцев оружие и боеприпасов на 20 миллиардов долларов, привел аргументы американский адмирал. Хилари Клинтон еще в январе нынешнего года предупреждала президента Обаму, что форсирование, налаживая отношения с Ираном, было бы большой ошибкой для США. Она утверждала тогда, что Иран не держит слова, намекая на неспособность Тегерана выполнить свои обязательства в соответствии с яверным соглашением. Но сегодня претензий к Исламской Республике Иран по соблюдению совместного всеобъемлющего плана действий нет у МАГАТЭ, нет и у других членов большой шестерки. У Вашингтона их тоже нет. Быть не может в связи с беспрецедентной уступчивостью Тегерана во всем, что касается сохранения достигнутых условий ядерной сделки. Тем не менее, кандидат президента США уже в те дни призывала к новым санкциям против Ирана из-за программы тестирования баллистических ракет. Иран до сих пор нарушает резолюции Совета Безопасности со своей программой по баллистическим ракетам. Ответом на это должно стать обозначение новых санкций и твердые намерения, сказала в январе этого года Хилари Клинтон. Свой подход к Ирану она описала словами «доверять и проверять». В ходе дебатов с Дональдом Трампом Хилари заявила, что это именно она положила конец иранской ядерной программе. По ее словам, это произошло в то время, когда она была государственным секретарем. «Мы положили конец иранской ядерной программе. Вот это дипломатия, строительство коалиции, работа с другими странами», – подчеркнула она. Позиция, которую постоянно отстаивала Клинтон, основана на применении военной силы, будь то Афганистан, Ирак или Ливия. И, судя по ее предвыборной кампании, ничего не изменилось. Она не скрывает, что хочет добиться сохранения доминирования США на международной арене в условиях, когда мир перестал быть однополярным. К тому же Клинтон не считает, что в вопросе применения военной силы есть какие-то ограничения. Не случайно кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Хилари Клинтон может спровоцировать столкновение США с Россией и привести к Третьей мировой войне. Кто-то из великих сказал, что амазонки – это одичавшие домашние хозяйки. Похоже, в доме Клинтонов хозяйством всегда занимался Билл. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.